приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы давно хотели и вот настал тот час сегодня поделимся с вами рецептом украинского хлеба приготовленного на закваске очень интересный рецепт но достаточно такой но не то чтобы он сложный немножко придется повозиться в первую очередь мы приготовили закваску на ржаной муке если вы не знаете как приготовить закваску на нашем канале есть видео и ссылку на него я помещу в описании этого ролика и так для приготовления украинского хлеба нам понадобится ржаная мука и пшеничная цельнозерновая мука еще у нас называется обдирная мука вот у нас она продается такое борошно-жерновые пшеничные цельнозерны то есть это означает мука которая перемолотая на жерновах цельнозерновая саму технологию изготовления этой муки я к сожалению не знаю но вот такая мука нужна для украинского хлеба в первую очередь нам надо приготовить опару опару мы приготовим на закваске вообще все количество ингредиентов в текстовом виде также текстовый рецепт приготовления вы найдете в описании этого видео но давайте начнем приготовили мы закваску отправляем ее в емкость в которой будем готовить опару тепленькая водичка как закваска вкусно пахнет друзья это нечто вот реально закваска пахнет конечно запах немножко похож на запах дрожжей но он значительно более приятный значительно более нежный мягкий хорошенько растворяем закваску водички я несу водичку вылил после этого добавляем сюда стакан ржаной муки и вот так вот размешиваем чтобы у нас не осталось никаких комочков получилось у нас опара вот такая вот достаточно достаточно тугая собираем ее в шарик вообще конечно по-хорошему это надо сделать руками дурака валяю вообще по-хорошему это должна делать лариса я уже так взялся говорю давай я хоть опару приготовлю а потом зрители а то потом зрители скажут что ничего не делаешь только дегустируешь нам такое часто пишут вот друзья теперь на 45 часов помещаем нашу опару в теплое место у нас духовка имеет функцию расстойки теста то есть поддерживает температуру 28 низкие температуры 28-30 градусов идеальная температура для того чтобы опара подошла в течение четырех пяти часов или трех четырех часов это 28-30 градусов если у вас нет такой температур если вы не не можете обеспечить теплое место вот с такой температурой значит что делаете раз где-то в полчаса секунд на 10 на 15 включаете духовку и таким образом поддерживаете вот теплую температуру у нас получается теплое место но вообще сейчас если вы смотрите это видео на улице лето и в комнате температура близка к 28 градусов градусом поэтому друзья увидимся с вами через четыре часа и четыре часа опара готова можем приступать к приготовлению теста смешиваем два вида муки добавляем нужное количество соли и все это хорошенько перемешиваем ларис ты не перепутала случайно это не сахар часом ну а то я что-то поднапрягся думаю украинский сладенький получит следующим этапом добавляем в опару тепленькую воду и размешиваем его и и до однородного состояния чтобы у нас получилась такая кашица размешали до однородного состояния опара должна немножко пузыриться теперь начинаем потихоньку вводить туда муку и перемешивать до определенной консистенции есть возможность вымешивать ложкой после этого надо переходить естественно на ручное вымешивание теста к сожалению тестомес тут не поможет начинаем руками вымешивать тесто и сделать это на достаточно долго и качественно ориентировочно время вымешивания минут 5 у нас должно получиться совершенно однородное тесто и вот от того как мы его вымесим во многом зависит вкус и качество будущего украинского хлеба но не только украинского в принципе любого хлеба получилось вот такое вот очень крутое тесто и очень липкая руки время от времени надо смачивать водой потому что иначе она будет прилипать просто к рукам формируем вот такой вот колобочек заглаживаем тесто водичкой и оставляем еще на полтора часа подходить при температуре опять же таки 28-30 градусов вот такой вот эффект должен у нас получиться через полтора часа наш хлеб подошел и теперь нам надо подготовить форму для растойки можно использовать любой подходящий по форме предмет то есть можно просто миску использовать подходящие формы но в нашем случае мы нашли подходящие формы такой друшлачок который используем сыроделий застилаем его хлопчатобумажным полотенцем желательно ровно так чтобы не было особо складок и обильно посыпаем это полотенце ржаной мукой теперь нам надо обмять наш хлеб посыпаем рабочую поверхность мукой извлекаем тесто которая немножко прилипла тесто увеличилась в объеме но не так значительно как увеличивается в объеме дрожжевое тесто и обминаем его вот такими движениями пахнет очень вкусно друзья такой запах у теста на закваске вообще потрясный формируем как принято сейчас журналистика говорить предмет похожий на хлеб то есть не колобок а предмет похожий на хлеб помещаем этот предмет форму и отправляем на расстойку лариса напомни пожалуйста на какое время по времени пока точно не могу сказать потому что всегда разное время то есть тесто должно увеличиться приблизительно где-то в два раза то есть надо смотреть визуально мы можем засечем сейчас время да и покажем конечный результат расстойку проводим тоже при температуре 28 30 градусов через полтора часа хлеб подошел и действительно увеличился в размере почти в два раза мы приготовили тефлоновый коврик для запекания за если у вас нету такого коврика кто можно использовать пергамент для запекания или купить такой коврик на алиэкспрессе за доллар очень полезная штука переворачиваем наш хлебушек и получилось у нас вот такая вот заготовка сдвигаем ее на коврик для запекания друзья мы разогрели духовку до температуры 260 градусов приготовили нагрев духовке включили и верхний и нижний чтобы сымитировать сымитировать печку приготовили емкость с водой которую можно поставить на дно духовки с горячей водой с кипятком для того чтобы образовывался пар потому что начало выпекания хлеба нам надо право производить с паром но об этом чуть позже а сейчас сбрызгиваем хлебушек водой холодная вода ларис или обычная кола надеюсь что у нас получится вкусный украинский хлебушек украинский правильно говорить украинский но по виду сейчас похоже это чтоб корочка была глянцевая да его нужно смягчить перед запеканием чтобы он не моментально взялся корочка все-таки успел еще немножко приподняться и то есть видите лариса так от души его сбрызгивает водичкой и заглаживает а присыпку мы на нем уже делать не будем из муки вот так и оставим его заглаженный чтобы он глянцевый у нас был да ну потому что на украинском хлебе корочка должна быть глянцевая теперь переместим хлеб на противень противень у нас разогретый он уже стоял в духовке то есть можно сказать раскаленный и перемещаем хлеб духовку отправляем хлеб в духовочку разогретую до 260 градусов включен верхний нижний тэн а мы хотели воду поставить на дно духовки на дно духовки ставим емкость с водой вот мы используем сковородуб из ручки если вы используете противень то важно чтобы он не висел на направляющих а именно стоял на дне чтобы он нагревался и образовывалась паровая ну как бы хлеб проходил паром оставляем этот паровой наш девайс на 10 минут из 10 нет минут понижаем температуру до 210 градусов и извлекаем в эту нашу емкость с водой после этого выпекаем украинский хлеб еще ориентировочно в течение 30 минут мы будем смотреть на его готовность и установим таймер точно в конце приготовления скажем вам время запекания через полчаса после того как мы извлекли воду украинский хлеб готов переложим хлебушек на решетку чтобы он остывал равномерно подходит решетка от микроволновки и смажем его крахмалом разведенным в воде для того чтобы кори корочка приобрела глянцевую ну глянцевый вид после этого оставляем хлебушек отдохнуть полностью остыть и будем дегустировать но на вид получился очень красивый немножко меньше стандартной буханки украинского хлеба но мы подкорректируем количество теста чтобы получилось получалось стандартная буханочка а так по пропорциям вроде ничего очень интересно какой же он на вкус после того как украинский хлеб полностью остыл можно его дегустировать друзья прошу вас невероятный аромат сейчас отрежу скибочку покажу ее крупным планом единственное что у нас буханочка получилось немножко меньше стандартной и в текстовом рецепте мы подкорректируем этот вопрос и вы будете печь уже будет получаться стандартного размера буханочка давайте посмотрим как это выглядит на крупном плане замечательная красивая корочка получилось у украинского хлеба и очень правильная структура хлеб внутри очень нежный пористый но такой как он должен быть давайте попробуем конечно сейчас будет неправильная дегустация если вы это заметите можете кинуть меня камнем но вы наверняка это заметите здесь должно быть сало здесь должно быть чеснок должен быть и должен быть стакан хорошего мутного самогона но сейчас утро и не могу себе всего этого кайфа позволить поэтому только украинский хлеб пахнет потрясающе магазинный хлеб сейчас уже так не пахнет вот покупаю сейчас украинский хлеб он какой-то клейкий из него шарики можно лепить друзья он очень вкусный он реально очень вкусный а если вы возьмете эту греночку поджарите его на подсолнечном масле для золотистой корочки натрете зубчиком чеснока сверху шматочек сала это будет песня я вам говорю хлеб хлеб получился очень классный реально очень классный и не знаю что немножко не угадали с размерчиком ну и не хватает стакана мутного самогона конечно дорогие друзья с удовольствием вам представляем рецепт украинского хлеба нету второй буханки а топ я сейчас рушнык хлеб хлеб соль все как положено попробуйте вы не пожалеете он очень сильно отличается от магазинного реально он разительно отличается от магазинного если вы любите вот такой вот черный украинский хлеб и испечете его сами вы просто будете в восторге хлеб очень классный пробуйте если есть какие-то вопросы или замечания пишите в комментариях на все вопросы естественно я отвечу если нет вопросов просто пишите что-нибудь я с удовольствием с вами пообщаюсь дорогие друзья дорогие подписчики дорогие зрители ну и по традиции ставьте лайк очень прошу делиться нашим видео нам очень важно чтобы наше видео увидела как можно больше людей чем больше людей перестанут покупать всякую дрянь приготовленную неизвестно из чего в магазинах а начнут делать дома свой хлеб свой сыр свою колбасу это для нас с ларисой как кусочек счастья мы хотим сделать максимально доступные максимально повторяемые рецепты для вас поэтому если видео было полезно ставьте вверх палец вверх а мы с ларисой традиционно будем снимать для вас новое интересное видео всего доброго пока